АПЛОДИСМЕНТЫ Вся драматическая история Театра на Таганке от ее начала до сегодняшнего дня. А теперь, поскольку вечер все-таки театральный, я просто вспомню то, чего давно уже не делал. Когда-то, 12 лет тому назад, я сочинил такие театральные пародии, хотя не литературные пародии, но речь в каждой из этих пародий шла о Театре на Таганке. Несмотря на то, что пародии давние, 12 лет все-таки уже с той поры прошло, я думаю, что поэты наши, на которых написаны пародии, не так быстро меняются, как меняется жизнь вокруг нас, к сожалению. И пародии эти еще не протухли. Весь цикл называется Таганка 75. Каждой из этих пародий есть воображаемое интервью, что бы сказал, скажем, этот или этот знаменитый поэт, если бы его спросили, что он думает по поводу театра на Таганке. Евгений Евтушенко. Если читать маленькое вводное слово, все творчество Евгения Саныча, имеющие отношение к его зарубежным поездкам и впечатлениям, то можно, наверное, это эссе, стихи, прозу, то можно, наверное, вывести две закономерности. Во-первых, выясняется, что нет ни одного маломальски знаменитого человека в мире, прогрессиста, с которым бы Евтушенко не состоял в близких, дружеских отношениях. Это раз. Значит, и вторая часть, она уже более, так сказать, такая драматическая. Это, значит, выясняется, что практически каждый выезд Евтушенко за рубеж, если не каждый идет через, сопряжен с какой-то, в общем, опасностью для его жизни в плохих странах, потому что все, в общем, наймитые мирового империализма, так или иначе кидаются на нашего, значит, Евгения Саныча. Вот эта пародия, которая имеет отношение к театру на Таганке, она примерно к этому ракурсу творчества Евгения Саныча тоже имеет отношение. Евгений Евтушенко. Мне говорил портовый грузчик Джо, подпольный лидер левого движения, Я плохо понимает по-русски Женья, Но знаю, что Таганка хорошо. Потягивая свой аперитив, Мне говорил знакомый мафиоза, Таганка, Женя, это грандиозно, Мадонна мне бы этот коллектив. Душою, ощущая ход времен, Завитая испанская крестьянка, Сказала мне по-русски, О, Таганка, проклятый Франко, Если бы не он. Звезда стриптиза, Рыжая Эдит, Сказала деловито, Сняв рейтузы, Ты знаешь, Женя, Наши профсоюзы Считают, что Таганка победит. О том же, Сохраняй должный пыл, Мне говорили косвенно и прямо, Ромендронат Тагор и Далай-Лама И Шахин-Шах Фамилию забыл. Меня пытал Главарь одной Исхуд. Он бил меня под дых И улыбался. Ну что, Таганский выкормыш, Попался, А ну, положь блокнот И стань во фронт. Таганка, Ты подумай, Каково мне в сорок лет Играть со смертью В прятки. Но я Смолчал, Я стюжил, Все в порядке. Они Про вас Не знают Ничего. Вторая пародия, Значит, Она посвящается Такому обстоятельству, Что в театре На Таганке, Так сказать, Долгое время, Периодами так бывало, Во всяком случае, Трудно было достать билеты, О чем сегодня уже говорилось. Был период, Когда, так сказать, Вроде у нас была Такая особая аудитория, Воспитанная именно Этим театром. И когда артисты Подходили к театру, Проходя мимо Центрального входа, В каком бы ты ни был Состоянии, В беде, В болезни, Или и так далее, Как ты, в общем, Себя пытаешься Подвинтить немножечко, Привести в порядок, Потому что для этих Замечательных людей Действительно, Ну, грех не играть. Иначе зачем тогда Вообще играть И заниматься этой профессией? Это были какие-то люди Особые, Они были с какими-то Такими удлиненными Такими, знаете, Интеллектуально Голодными лицами, Я не расист, Почему показывают Такие удлиненные лица, Такие замечательные люди, Но просто, Как сказать, Мне хочется подчеркнуть Момент страдания, Потому что они стоят И днем, и ночью Там за этими, значит, За билетами, Вот, стояли, скажем так. Вот, и когда входишь в театр И смотришь в зал, Где же эти замечательные лица, Во имя которых хочется Сегодня как-то немножко Расстратиться, То этих лиц в зале нет. Огромный процент Все-таки этих странных людей, На которых страшно, наверное, играть, Потому что они, во-первых, Ну, во-первых, молчат, Во-первых, такое, знаете, Такое в зале все время Может вам знакомить Состояние аудитории Такое благожелательное цепенение. Не то, чтобы скамерие, нет. Не то, чтобы агрессия, нет. Ну, такое, знаете, Вот что-то не сделай. Вот сделай себе хорокирий, Так сказать, В внутренности, Так сказать, покажи залу. Все время в зале такое, знаете, Ну, Ну, забавно, забавно, забавно. Потом выяснилось в итоге, Так сказать, путем разных опросов, Так сказать, и так далее, и так далее. Потом выяснилось, Какое количество куда билетов утекает, Хотя это трудно проверить. Ну, так сказать, Ну, вариша доставала всех мастей. Вот этот народ. И самое это парадоксальное, И самое страшное заключается в том, Что мы в свое время, Как театр возникли-то, Ну, я пришел чуть попозже, Но на почве социальной ненависти К этим людям, что называется, И к этим, и к другим, Ну, примерно к этому клану. А теперь, значит, эти люди В результате нашей борьбы Просто сидят в зале, А мы, значит, выходим И за их собственные деньги Обрушиваем на них Наш социальный гнев. А они, в силу малого количества Прочитанных ими книжек, Почти никогда не понимают, О чем мы. Значит, ну, ладно, это все, так сказать, Такие разговоры. Так вот, про отсутствие бюлета В театру на Таганке когда-тошние. Вот пародия на другого знаменитого Нашего поэта, Близкого очень к театру на Таганке, На Андрея Вознесенского. Таганка, девочка, бижонка, дрянь, А что ж ты наделала? Ты только глянь, О, апокалипсис, Всея, Москвы, Толпа, Оскарившись, Крушит замки, Даешь билетики, А им в ответ Билетов нету, Ти физкульт, привет. Такое скопление людей Я видел только Трижды в жизни. Во время студенческих волнений В Гринвич-Виллидж На фресках Сикейроса И о фильмах Бондарчука. Валабриджилечка, Чернявый бес, Вы были в джинсиках, Остали бес, Очкарик в свитере, Второй кювье, О, как вам свистнули по голове Профессор Запада, Заморский гость, Где же ваши запонки, А также трость знаменитости Стояли особняком. Бонионис кричал Я Гойя! Ему не верили. Все знали, что Гойя Я. А сирша в ботиках И в бигуди, В обитох, господи, Не погуби, А то, лобазники, А то, рвачи, Как ваши блайзеры Трещат в ночи, Пусть мир за стеночкой Ревет в бреду. Сижу, Застенчивый, В шестом ряду. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Следующая пародия, Следующая, Уже не имеет никакого предисловия, Не нуждается в нём, Поскольку написана она На самого, наверное, Знаменитого в русскоязычной поэзии Поэта, Включая Пушкина, Исключая, может быть, Только Николая Добронравова, Это Роберт Рождественский. Может, это прозвучит резко, Может, это прозвучит дерзко, Но в театр я хожу редко, Отпадаганку и люблю с детства. Вспоминается тот такой казус, Вспоминается тот такой случай, Подхожу я как-то раз к кассе, Так скромно, как по-простой, Слуцкий, говорю, Попреодолев робость, А народищу кругом попропасть, Мол, поскольку это я, Роберт, То нельзя ли получить попропуск, А кассир у них точь-в-точь робот Смотрит так, Что попрямо дрожь сводит. Ну и что с того, Что ты, Роберт, Тут до чёрта вас таких ходит. Ходит больше, думаю, себе дурный, А в толпе уже глухой робот. Да сейчас любой олень в тундре Объяснит вам, кто такой Роберт. В мире нет ещё такой стройки, В мире нет ещё такой плавки, Чтоб я ей не посвятил строчки, Чтоб я ей не уделил главки. АПЛОДИСМЕНТЫ Можно Лермонтова знать плохо, Можно фета пролистать вкратце, Можно вовсе не читать блока, Но всему же есть по пределу, братцы. АПЛОДИСМЕНТЫ Но меня, чтобы я не стал дураться, Попроводили до дверей группой. Я татаганку и люблю, братцы. Мне нехороший там народ. Грумый. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ